Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня мир безумия снова приветствует тебя! Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные модди, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Очень неприятное чувство, когда тебя бьют по голове, особенно прикладами. Вдвойне печальней, когда не можешь дать сдачи. Если б не титановая пластина в черепе, получил бы сотряс мозгов стопудово. Солдатня оторвалась на мне с усердием, в охотку, с английскими матерками. Начал было переживать за состояние их автоматических винтовок, но наступила долгожданная отключка. Я полетел сквозь бездну, разглядывая веселые цветные мультики. «Саня! Сань, ты живой?» «Какая-то сволочь пинает по ребрам!» «Кто здесь?» Я с трудом разлепил глаза. «А это ты, что ли, друган? Ну все, хорош пинать! Хватит, бля!» «Извини, хотел привести тебя в чувство!» «Спасибо, блин, большое!» «Вспомни, как сам пихнул меня с подоконника! Чуть ногу не сломал, до сих пор боль!» «А ты злопамятен!» «Где мы? Опять в тюрьме?» «Как видишь!» «Не вижу ни хера! Темно, как в жопе дьявола!» «Черт!» «А это че за херня?» «О, ты тоже заметил, что нас приковали?» «Где Егорыч? Живой?» «Здесь, рядом! Ох, и вонища от него! Не чуешь, разве?» «Я не ответил! Во всем нужно искать плюсы!» «Хорошо же, что разбили нос, зато не чувствую вонь!» «Что с нами будет?» «Не знаю, но догадываюсь!» «Арена жести!» «Козлы специально обработали меня, чтобы лишить сил перед боем!» «Юрик Пади сам хочет исполнить дело, только честно драться очко играет!» «Пусть хоть оближется своей жабой, да только хер он меня сломает!» «Подлые твари!» «Еще недавно хотели сделать нас гладиаторами, а сейчас!» «Неужели нашлись кандидатуры получше на эту роль?» «Хоть они все ублюдки, но мне нравится сам подход!» «Не просто расстрелять или повесить, а заставить драться на стадионе!» «Это дает шанс для такого мощного бойца, как я!» «Выживальщик должен использовать все возможности для выживания!» «Древние римляне секли фишку на этот счет!» «Жаль, потом человечество скатилось в унылую гуманность!» «Кровавые схватки народ бы смотрел с большим интересом, чем сраный нагомяч или клюшко-шайбу!» «Тя нет! Хоккей – нормальная игра, там Хари крошат, будь здоров, и зубы летят во все стороны!» «Надо только вооружить игроков не дурацкими клюшками, а суровым оружием!» «Секирами, например, или бензопилами!» «Когда я приду к власти, так все и будет!» «Власть! Точняк!» «Скорее всего, Юрик, да и полковник заметили мои лидерские качества, поэтому хотят устранить конкурента заранее!» «Все сходится!» «И почему раньше не задумывался об этом?» «Прикольно же править своим городком, собирать дань с окрестностей!» «Самые лучшие ништяки мне! Все поклоняются, стараются угодить!» «С другой стороны, это же геморр! Ну, интересно!» «Быть правителем – это как играть стратегию, только в реале!» «Чем еще заниматься в мире, где больше нет интернета, телевидения и компьютерных игр?» «Под эти приятные размышления я провалился в сон. Не знаю, сколько был в отключке, но разбудил луч света прямо в шары. За нами уже пришли? Наконец-то, блин!» «Ну что же ты, Санек?» «Тихо сказал Юрик. Не получилось у нас сработаться!» «Не свети в глаза, говнюк!» – рявкнул я. «Твои друзья отдыхают, не стоит их будить!» Но фонарь таки отвернул. «Какой, блин, заботливый! Тогда отпусти их!» «Не могу!» – вздохнул он. «Вы, конечно, неплохие ребята, и мне жаль, что так вышло, но... Вы дикари! Вы вносите хаос в наши дела, а мы строим цивилизацию вообще-то!» «Как будто я не помогал! Кто убрал Брахму, кто показал мега-шоу на стадионе, а теперь в расход?» «Справедливо, конечно!» «А сколько наших солдат убила ваша шайка?» «На арене выдрались от безысходности, да и кстати...» «Этот дешевый трюк с головой!» «Думал, мы купимся на такое?» «Думаешь, мы не знаем, как выглядит белый Брахма, он же Дима Травник, он же Спаун. Ну-ну!» «Увидимся на арене, сволочь!» «Я дернулся, наручники больно впились в запястье. Вырву тебе кадык, подстилка пиндоская!» «Эмоции, всего лишь эмоции, друг мой!» «Лица не видно, но я чувствую ухмылку!» «По-твоему, мне нравится этим заниматься? Я люблю зверушек, а людские дела противны до тошноты!» «Приходится все это тащить, потому что больше просто некому, понимаешь?» «Кстати, с тобой была баба, как ее, Лена? Где она?» «В надежном месте!» «Не переживай, мы ее найдем!» «Да пошел ты!» «Береги злость, она скоро пригодится!» Юрик встал, фонарь снова скользнул по глазам, щелкнул замок. Он задержался в дверях, будто собираясь что-то сказать. «Юрик!» «Окликнул я!» «Он остановился!» «Бросай эти грязные дела!» «Построй схрон в лесу!» «Можешь завести себе там целый зоопарк и ловить свой кайф!» «Зачем тебе политика, пиндосы, вонючий город?» «Я думал, промолчит!» Он постоял какое-то время и ответил. «А тебе зачем?» «Действительно, нахрена!» «Если удастся пережить этот день, вернусь в схрон и заживу мирной жизнью, как добрый колхозник!» «Ленка нарожает детей!» «Я буду брать их в лес, учить ставить ловушки, стрелять из ружья!» «А вечерами раскуривать трубку и подтягивать обжигающий грок!» «Ну и эту политику! Сплошной, блин, нервяк и вред здоровью!» «Не знаю, сколько прошло времени и сколько осталось еще!» «Егорыч крапит, как мамонт! Валера что-то стонет во сне!» «Теща любимая, наверное, снится!» «Руки капитально затекли!» «Каждая прикована отдельным наручником к петлям в стене!» «Что это за проушины? Похоже на анкер с кольцом!» «Забавно придумано! Видать, специально для буйных узников! Типа меня!» «Я взялся за каждую из секций блядских браслетов и потянул, напрягая бицепсы!» «Крепко сидят, сука!» «А если попробовать так?» «Превознемогая боль во всем теле, я перекувыркнулся назад!» «Ноги встали на бетонную стену!» «Ништяк! Есть упор!» «Ты чего делаешь, друган?» Валера, проснувшись, разглядел мой гимнастический этюд. «Не шуми! Вытаскиваю нас из этой клоаки!» «Поднатужился, дернул!» «Казалось, мои бугристые мышцы взорвутся от напряжения!» «Еще раз!» «Один из анкеров зашатался, заскрипел!» «А вот и второй пошел!» «Фух!» «Я мячиком отскочил от стены!» «Кровь пошла в затекшие конечности!» «Какой кайф!» «Чтобы быстрее восстановить кровоснабжение, начал резко отжиматься!» «Полегчало!» «Так, надо освободить комрадов!» «Но сначала проведем ревизию!» Ощупал свою одежду и карманы. Револьвера, конечно, нет. Зато в этот раз оставили ботинки и шапку. И еще. «Саня, освободи меня!» Простонал Валера. «Ща, погоди!» «И дедушку тоже!» Пробосил Егорыч. «Ну чего ты!» Не мог потерпеть друган. «У тебя, наверное, в каждом зубе порошок. Давай, скорее, прими его и оставь мне!» «Если б все так просто!» «Я не был миллионером, чтобы делать в каждом импланте такие заначки. Зато тупые пиндосы не забрали пакетик чудо-семок от спауна. И это, блин, самая шикарная новость за сегодня!» Тут же высыпал в ладонь с десяток штук и закинул в пасть вместе со скорлупой. «Блин, Саня, потом пожрешь! У меня все затекло!» Прогундел друг. «Меня в этот момент пробило волной силы. Боль ушла, захотелось залететь!» «Не переборщил ли?» Мастера Брахмы, помнится, закидывались по одной. «Но у меня мышечная масса больше!» «Неси-ка, друган!» «Ща!» Дверь резко распахнулась. «Звод упакованных спецов нацелил все пушки в мою широкую грудь!» «Их всего шестеро!» «Фигня!» «Я ощущаю титаническую мощь, готов крушить и рвать на части голыми руками!» «Но от шальных пуль могут пострадать друзья!» «Ладно, повеселимся на арене!» Пиндосы опасливо приблизились, застегнулись за спиной наручники. «Вот дебилы! Порвать их сейчас ничего не стоит!» «Но торопиться не будем!» «Огромных трудов стоило сдерживать рвущуюся изнутри энергию!» «Нас быстро выпихали в знакомый коридор!» «Нарастающий шум, свист, гул приятно щекочет уши!» «Вы сами этого хотели, глупцы!» «Санек покажет вам зрелище, которое никто из жителей города не сможет забыть!» «Будут просыпаться в страхе по ночам и вопить от ужаса до конца жизни!» Стемнело, но лучи прожекторов и стробоскопы взрывают ночь. Световые пятна мечутся по кипящему морю людей на трибунах. Музыка более легкая, чем в прошлый раз, долбит из чудовищных колонок. На поле успели собрать сцену. Лучи как раз замерли, скрестившись на ней, как шпаги. Толпа взвыла. Я смотрю во все глаза на людей, стоящих там, и волосы шевелятся на загривке. Только сейчас стало понятно, какой ад нам предстоит. Невозможно подготовиться ко всему. Я отрабатывал в уме сотни вариантов БП, критических ситуаций, происшествий, катастроф. Но сейчас мое могучее тело терзает коварный озноб. Я осознал всю силу предстоящей чудовищной боли. Полковник подошел к микрофону. Бодрый голос вознесся над стадионом. Славные жители Кандалакши! Сегодня необычное представление. Наш город посетили ваши горячо любимые артисты. Они выжили. Они пробились сквозь тьму и бураной ядерной зимы на Эросанях, гастролируя по уцелевшим поселениям, чтобы радовать сердца добрых людей. Он переждал цунами оваций. Встречайте! Глазам своим не верю! Открыл рот Валера. Егорыч густо схаркнул снег. Филипп Бедросович Киркоров! Прокричал полковник. Под грохот аплодисментов истеричный виск-поклонец из дыма появился двухметровый, раскрашенный словно проститутка-артист. Румын, как всегда, выделялся с циническим костюмом. Только сейчас не павлини перья, платья, мишура, а дьявольский наряд из человеческих костей и черепов. Довольно прикольный, кстати. Соответствует обстановке. Киркоров улыбнулся и поднял руки, приветствуя. «Одного только не пойму. Как выжили эти исчадья российской эстрады?» «Аркадий Укупник!» Продолжил Уайт. «Здесь аплодисменты пожиже», – отметил я. Кудрявый очкарик гордо шагнул вперед и встал рядом с Филий. Лучи прожекторов сверкают на титановых пластинах. «Что-то типа скафандра из фильмов про будущее». Наметанным глазом определил сочленение, куда следует колоть, чтобы достать потроха певца. «Клянусь, я готов уничтожить кумира глупой толпы, если только он начнет петь». «Игорь Николаев!» Улыбаясь в усы, вышел из облака дыма облаченный в шипастый доспех певун. В руках мощная электрогитара, словно украденная из стимпанковского произведения. «Выпьем за любовь, Игореха!» Взвыл на трибунах какой-то мужичок. «Я чуть не проблевался». «Борис Моисеев!» Толпа загудела недовольным ревом. Вот уж кто должен был испепелиться в термоядерных вспышках. Костюм заднеприводного состоял из переплетенных трубок разного диаметра, напоминающих кишки чужого. «Валерий Леонтьев!» Волосатый гимнаст выскочил, как бухой водитель на красный свет. Кожаный облегающий прикид усеян карманами и отделениями, откуда торчат рукояти метательных ножей, стилетов и сюрикенов. Автор песни про дельтаплан крутанул четкое сальто, вызывая торнадо эмоций у зрителей. «Шустрый, сука, старичок!» «Смотри, тез кто?» Подколол я Валеру. Тот поморщился. «А моей бабке нравится», – задумчиво произнес Егорыч. «Не поверят же, что вживую я Леонтьева видал». «Самим бы отсюда живыми убраться!» Валера снял очки, протер линзы, снова надел. А между тем полковник представлял все новых музыкантов. «Николай Басков!» «Леонид Агутин!» Дьявольские артисты купались в лучах прожекторов. «И, наконец, Стас Михайлов!» Улыбкой любимца разведенных женщин вспыхнуло почище концертных ламп. Он единственный из сей кодлы предстал в обычном костюме. Ну, как обычном. Версачи поди. Я прикрыл глаза, пытаясь унять биение своего мега-мотора. Старый знакомый, походу, не узнал. До сцены метров пятьдесят. Он машет рукой, приветствуя беснующихся, размахивающих нижним бельем зрительниц. От пения Баскова я почувствовал легкую тошноту. Когда заблеял укупник, подкатило сильнее. Валерий Леонтьев вызвал изжогу. Но стоило взяться за микрофон Киркорову, и от мощного позыва проблеваться, меня спасала лишь чрезвычайная сила воли и несгибаемый характер бойца. Трибуны колотят в экстазе. Егорыч сурово глядит на сцену из-под лобья, наверное, прикидывая, кому из эстрадных артистов первому раскроить череп егерским тесаком. Валера слушает концерт спокойно, но оставалось только догадываться, что за безумные мысли отражаются в стеклышках очков этого психопата. «Эй, Юрик!» – крикнул я, за что больно получил прикладом по хребту от конвойного. «Чего тебе?» Юрик повернул недовольное лицо, поправляя воротник дубленки. Женевская конвенция не одобрила бы такие издевательства над пленными. Я кивнул на сцену, где, виляя задом, Моисеев распевал голубую луну. Любитель психоделических жаб нахмурился и закинул в рот семку. «Я тоже был против концерта, но полковник захотел шоу». «Вас точно ждет за это гахский трибунал!» Я даже засмеялся. Действие семечек спауна набирало силу. Юрик посмотрел на меня подозрительно, сказал «Странные эти певцы. От них пахнет смертью. Мороз по коже». «Времена сейчас такие. Каждый выживает, как умеет». «Ты что-то знаешь про них?» Это прозвучало утвердительно. «Снимите с нас браслеты, и мы покажем твоему сраному полковнику настоящее шоу. Всегда мечтал вскрыть горло Киркорову, блядь!» Сменил тему я. «Еще полчаса. Дослушаем песни, потом вас освободят и выдадут оружие», – заверил Юрик. «Вот, сука, хитрый какой! Видать, благодаря своей жабе Юра видит то, что скрыто. Мое состояние, в принципе, тоже такое позволяет. Разогнанный организм рвется в схватку, но холодный разум с тщательностью Шерлока подмечает все детали. Я заметил, Игорь Николаев подволакивает ногу. У Баскова словно парализовало лицо. Оно застыло в жуткой лыбе, а один глаз смотрит куда-то в сторону. А Гутин двигается слишком медленно, с пробуксовками. А Филиппа Киркорова периодически встряхивает, будто электрическим разрядом. Да, без должного техобслуживания боевые машины государства слегка подустали. Тем проще с ними справиться. Хотя где-то в глубине груди теплилась надежда, что все удастся разрулить мирно. Ну, Стас узнает меня и типа замолвит словечко. Может, андроиды даже помогут свалить из этого проклятого городишки. Но тут случилось то, что прервало бег позитивных мыслей. На такой поворот я точно не рассчитывал. Во время исполнения хита «Единственная моя» Филя вдруг захохотал и что-то сделал со стойкой микрофона. Теперь в его руках короткое копье. Резко замахнувшись, певец запустил орудие прямо в вип-трибуну к полковнику. К моему сожалению, мимо. Дротик вонзился в пузо сидящего рядом пиндоса. Дико забушевали зрители, только осознав, что за жесть произошла. Артисты начали спрыгивать со сцены, попутно срубая головы ошарашенных солдат США. Юрик принялся выкрикивать отрывистые команды. Блин. Над ухом загрохотала длинная очередь гребаной М-16. Эти дебилы-конвойные принялись палить в киборгов. Дружеской подсечкой я опрокинул Валеру с Егорычем, чтобы не зацепило коварной пулей, и пригнулся сам, разрывая чахлые звенья наручников. На нас уже никто не обращает внимания. Переведя дух, огляделся. Басков, Киркоров и Леонтьев, словно разъяренные скалопендры, устремились вверх по трибунам, прямо по зрителям. Их металлические тела расцветали фонтанами рикошетов. Истошно крича, охрана полковника Уайта поливала огнем коварных роботов. В следующий миг я увидел, как Юрик смачно облизывает жабу, входя в боевой режим, и достает из-под дубленки мегаострый клинок. Махнув рукой, он повел солдат в гущу боя. Так, понятно. А нам-то что делать? Воспользовавшись моментом, я взметнул свои мощные ноги и ухватил за шею ближайшего бойца. Резкий поворот корпуса, и оккупант, смешно выпучив глаза, повалился в грязный снег. Пока Валера протирал очки, а Егорыч вытряхивал снег из бороды, я завладел автоматической винтовкой, парой магазинов, пистолетом и штык-ножом. Также нашлись и ключи от наручников. Кинул друзьям, чтобы освободились. Все, пора сваливать. Домой, схроны. И тут накрыло круговерть битвы. Вскрыв как селедку пару натовских солдеров, на меня попер Игорь Николаев. Его усы сыплют искренне электроразрядов. Гитара трансформировалась в безумное оружие с бешено вращающимися дисками циркулярок. «Валера, отойди!» – закричал я, чтобы друган не мешался. И начал разряжать пистолеты М-16. Николаев лишь дергался, но продолжал идти. Пули вырывали куски мяса, обнажая суровый закаленный металл. «Блин, как же остановить усатого терминатора? У него должно быть слабое место. Глаза!» Понял я, уходя от выпада чудовищных лезвий. Два раза нажал на спуск. Пули достигли целей, окуляры андроида взорвались веселыми брызгами. Это было нетрудно. Стрелял практически в упор. «Выпьем за любовь!» – зарычал ослепший певец, размахивая циркуляркой. «Выпьем за любовь!» Ловкий Егорыч отобрал опасный гаджет у Игорька. Я подпрыгнул и ударом в грудак с двух ног повалил заслуженного исполнителя. «Они роботы, что ли?» – закричал Валера. «Да потом объясню!» Ответил я, пригибаясь. У сцены что-то шумно взорвалось. «Мочи его, Егорыч!» «А ну, не вертись, окаянный!» Усмехнулся дед и, прищурившись от искры, навалился, закряхтел и отделил башку киборга от туловища. «Фу ты, паскудство!» «Бороду чуть не спалил!» Мы снова присели. Опять вокруг засверкали чертовы молнии очередей. «Блин, мои друзья недостаточно проворны для такого замеса!» «Семки!» «Точно!» Быстро вытащил заветный пакетик. «Это зачем?» Валера непонимающе уставился на ладонь, в которую я отсыпал щедрую горсть. «Некогда объяснять! Просто сожри это, мудила!» Друг покорно последовал совету. Егорыч уже вовсю хрустит прямо со скорлупой, перемалывая угощения своими мощными жвалами. «Йоккарный иконостас!» Взревел старый, раздувая ноздри и выпучивая глаза. «Быстро действует!» Кивнул я. «А-а-а! У меня волосы дыбом встают!» Валера ошалело задергался. «Все норм! Теперь давайте выбираться из этого дерьма!» Всегда мечтал сказать эту фразу. «Но куда бежать?» Вокруг кипит заваруха, долбят взрывы, вспышки выстрелов, вопли раненых. Снег под ногами сделался красным. Я едва успел увернуться, как рядом вонзился острый штырь. Раскидавка кегли амерских вояк, прямо на меня бросился укупник. Егорыч ткнул ему в бочину оружием убитого Николаева. Странный костюм лишь слегка поцарапался. Аркаша дернулся, Егорыч отлетел в сторону, громко матерясь. Рядом снова шарахнуло. Это пиндосы во главе с Юриком завалили очередного киборга. Кудрявую шевелюру певца красиво взметнуло взрывной волной. В трофейном пистолете не осталось патронов, поэтому я, ухватив двумя руками штык-нож, сделал резкий, как бросок ягуара, выпад. С противным скрежетом клинок вошел в правую глазницу очкарика. Там что-то засверкало. Повалил едкий дым. Черт! Нож застрял! Оскалив зубы, укупник схватил меня за горло. Пришлось напрячь мышцы. Чудовищная хватка усилилась. Я захрипел. Где Егорыч? Где Валера? Самое время помочь! Кудряш будто наслаждался моими мучениями. Во время подготовки к БП, в своих мечтах и фантазиях я по-разному представлял свою смерть. Конечно, не думал об этом и не мечтал умереть, хотя сам факт не страшит меня. Я не боюсь испепеления в доли секунды от ядерного взрыва. Тут ведь даже не осознаешь сей прискорбный факт. Не пугает и гибель от пуль натовцев, мародеров и грабителей. На пути воина такая смерть почетна. А другие виды прекращения существования я предусмотрел, создав схрон с запасом продуктов, медикаментов и боеприпасов. Единственное, чего я боюсь по-настоящему, и это даже не плен с пытками, не просто же так раздобыл гранаты. Самое стрёмное для меня – это погибнуть глупой или позорной смертью, не принеся пользы ни боевым товарищам, ни окружающим, ни родной стране. Страшит не смерть, страшит бесчестие. Пусть лучше мой мускулистый спортивный организм разметает в клочья разрывные пули, гранатометы пиндосов, баллистические ракеты. Пусть моя голова с печатью суровой, несгибаемой ярости на волевом лице слетит с плеч схватки с дикарями-каннибалами. Но перед этим должен отправить в пекло как можно больше ублюдков, мешающих доброй жизни таких людей, как я и мои друзья. Но только не так. Незадушенным психованным роботом правительства, чья больная фантазия решила предать этим машинам убийство облик попсовых певцов. Да этот маньяк, этот сумрачный гений определенно имел нездоровое чувство юмора. Все эти мысли проносились в голове, пока я глядел в перекошенный от злобы рыло Аркадия Укупника. Олицетворение всего того, что вызывало отвращение в моей жизни, сейчас задушит меня. Не помогли ни чудо-семки, ни мое безграничное упорство, ни сталь моих мышц, ни мои отважные друзья. Да, без моей резкой помощи друзей тоже, скорее всего, убьют. Егорыча расстреляют, а голову насадят на пику, рядом с другими выживальщиками. Валера не вернется в бункер, не обнимет детишек, не поцелует жену и не погладит кота Фиделя. Не услышит больше ворчания тещи. И я ничего не могу с этим поделать. Сила и мощь покидают меня, кислорода не хватает, в глазах цветные вспышки. Мое выживание не имело смысла. Было ошибкой, которое привело к такому бесславному концу. Зачем были нужны все эти тяготы, нагрузки и лишения? Лучше бы погиб в атомном пламени, играя в танки. Зато был бы в этот момент счастлив и ни о чем не жалел. Одно радует. Лена не попалась в руки этих мерзавцев. Надеюсь, у нее хватит сообразительности ускользнуть из проклятого города и добраться до схрона. К сожалению, никогда об этом не узнаю. Если девушка спасется, значит вся моя борьба была не зря. Лена должна выжить. В крайний наш секс мы не предохранялись и, скорее всего, она забеременела. Да. Ништяк. У меня родится сын. Леночка выносит мое продолжение. Нового спасителя человечества, который продолжит дело погибшего отца. Теперь и умирать не страшно. Только бы она выбралась. Шаман поможет с родами. Хватка киборга усилилась. Уже ничего не видать, кроме ослепительного света. Боль исчезла. Померкло вообще все. Только сияние. Я улыбнулся и полетел ему навстречу. Знаю. Там впереди меня ждет бесконечная пьянка с Вованом и другими великими воинами. Кислород, обжигающий струей, хлынул в легкие. Стальные тиски на горле разжались. Вот это кайф. Хрен вам, а не смерть Санька. Я попытался сбросить себя проклятого укупника, но чертов робот будто сделался тяжелее. Предсмертный калейдоскоп в глазах начал исчезать. Появилось изображение. Нечеткое, словно в помехах, но с каждой секундой восстанавливалось, как на ютубе, когда увеличиваешь разрешение. Картинка порадовала. Крепкая рука в перчатке, ухватив рукоять ножа, торчащего из глазницы аркаши тянет вверх. А вот и помощь, слава ктулху. Киборг взвыл. В его шее захрустели какие-то сочленения и механизмы. Изо рта повалил химический дым. Я даже закашлялся. Следующую секунду обдало фонтаном искр. Оторванная башка механического душителя отлетела в сторону. Давление исчезло, и я сбросил себя поддергивающееся обезглавленное тело. Все та же рука в перчатке обхватила мою и без усилий помогла принять вертикальное положение. Спасибо, Стас. Рад встрече, Санек. Михайлов выглядел слегка покоцанным. На лице местами, где кожа истончалась, поблескивал металл. Я оглядел поле битвы. Надо помочь товарищам. Но они уже справились и сами. Валера с Егорычем и несколько пиндосов повалили орущего Моисеева. Старый подскочил к нему сзади и взмахнул неизвестно откуда взявшимся топором. На сердце потеплело. Дед вонзил суровое острие куда надо. Юрик на пару с полковником добивают Киркорова. Лизатель жаб с каждым ударом своей сабли сбивал по кусочку с конечностей трепыхающегося артиста. Во все стороны летят шестеренки и микросхемы. Уайт саживал пулю за пулей из автоматической винтовки. Когда Юрец отскакивал в сторону. Другие солдаты не вмешиваются, подбадривая азартными выкриками своих командиров. «Почему эти железяки напали на меня?» Спросил у Стаса. «Я же свой!» «У тебя в руках было американское оружие. Как ты вообще здесь оказался?» «Все как ты велел. Я готовился. Сделал схрон с припасами. Благодарочка за это». «Ох, ну я вообще-то пошутил тогда. Отвел взгляд певец. Кто знал, что так обернется? А что с правительством? Я готов хоть сейчас вступить в армию и вести войну?» «Больше нет ни правительства, ни армии. Как и на той стороне океана. Минобороны просчиталось, когда создало нас, Александр». «В смысле? Сам-то я нормальный, а вот эти...» «Что-то с ними пошло не так. Другие артисты вышли из-под контроля. Я подозревал, конечно, из-за чего». «Из-за чего?» «Рассказывай, не томи!» По легенде, все артисты были запрограммированы на употребление легких наркотиков. Басков где-то раздобыл марихуану и накурил остальных боевых андроидов прямо перед концертом. «Я не стал. Мой имидж не позволяет такое. Но, видимо, сорт травы был какой-то другой или чересчур мощный. Моих коллег сразу накрыло, что-то замкнуло в электронных цепях. Они устроили бойню прямо в Олимпийском. Уничтожили всю делегацию важных послов из США. «Тоже неплохо», – улыбнулся я. «Да. Но после этого и началась ядерная война. Это, к слову, о вреде наркотиков. Что бы ты ни думал, что пропагандирую». «Да не думаю!» В этот момент я испытал странное чувство дежавю. Словно слышал эту историю раньше, но не мог вспомнить, где и когда. Как их не отправили в переплавку после такой херни? Пытались. Был бой в концертном зале. Спецвойскам удалось уничтожить даже Пугачеву, самого мощного киборга. Потом Галкина, Аллегрову. «Ладно. Не буду перечислять. Вижу, тебя сейчас вырвет. Меня тоже чуть не убили». Вот так в один момент кибернетические организмы стали вне закона. С печалью произнес Михайлов. «Но как вы ушли?» Завеса дыма догорающего Олимпийского помогла сбежать через канализацию. Моисеев показал этот путь. А нам ничего не оставалось, кроме позорного бегства по колено в смердящей жиже. С помощью встроенных сканеров мы отыскали скрытые пустоты и ушли еще глубже, ниже, чем уровень метро. Под Москвой бесконечный подземный лабиринт, знаешь ли. Там нас никогда бы не обнаружили. Но на следующий день искать стало просто некому. Повезло, что наш тоннель не завалило, когда в столицу прилетело пять сто килотонных зарядов. «Охренеть!» – только и смог произнести я. До сегодняшнего дня мы кочевали по уцелевшим городам, радовали выживших своими концертами. Но, знаешь, я рад, что этим безумным машинам пришел конец. «Саня, берегись!» Я стремительно обернулся. На нас летел Юрик, размахивая клинком. Зрачки на всю радужку делали его похожим на буйного психа. За ним рота солдат, Егорыча с Валерой уже скрутили. Зрители на стадионе, кто не разбежался, замерли в ожидании развития событий. Кто-то проорал. «Саня, не дай бог сольешься! Я на тебя полкило семок поставил! Мочи всех, Алекс! Не сдавайся, северный варвар! Если убьют Санька, я застрелюсь нах!» Вторили другие голоса. «Стой!» – крикнул я. «Юрик, подожди!» «Я сразу понял, что вы заодно!» Тяжело дыша прошипел он. «Не гони! Сейчас я все объясню!» «Засунь в одно место свое оправдание! Ты пришел в наш тихий город, чтобы разрушить спокойствие мирных граждан!» Подзи от полковника таких выражений нахватался!» Подумал я. «И привел сюда этих механических монстров! А может, ты и сам не человек!» «Проверим!» Юрик истерично захохотал, направляя на меня холодное оружие. Сколько же раз он сегодня лизнул психоделическую жабу! «Ты должен был драться с артистами!» «Вон, мы парочку завалили уже!» «И пару наших людей заодно!» «Будешь биться с ним!» Он указал на Стаса. «А победитель со мной!» Мы с Михайловым переглянулись. Странно. В его искусственных глазах читалась реальная человеческая тоска. Блин! Надо было не болтать, а валить во время кипиша! «Прощай, дружище!» Сказал Стас. «Надеюсь, тебе удастся спасти этот дурацкий мир!» И прыгнул. На Юрика! Лакированные туфли взметнулись в безупречной вертухе, который позавидовал бы даже Вован, будь он жив. Поклонник древнего бога смерти отскочил ловким пируэтом. Свистнул клинок, рассекая воздух в том месте, где был Михайлов. «Давай, артист, покажи этому психонавту! Пусть знает, как прислуживать вонючим пиндосам!» Мои мышцы вздрагивали, когда я следил за их скоростным обменом ударами, блоками, прыжками. Тело рвется в атаку, помочь киборгу. Но в спину уперлось не менее трех амерских стволов. Стас Михайлов двигается резко и уверенно, а вот его противник, похоже, стал выдыхаться. Пропустил пару ударов. Молодец, Стасян! Однако Юрика не сбили с ног мощные, как бой молота, приходы в корпус. Наоборот. Извернувшись, словно скользкий угорь, он усилил натиск. Теперь уже отступает певец, еле уворачиваясь от гудящих вертолетов юриковской сабли. Вжух! Острое лезвие по локоть срезало руку Стаса Михайлова. «Нет, Стас!» Трибуны взорвались визгом сотен поклонниц. Но это не остановило артиста. Не замечая потери конечностей, он внезапно ухватил и быстро выдернул клинок. Тот улетел за несколько метров и вонзился в снег острием. Сблизившись, целой рукой поймал юрца и стиснул подмышкой в стальной удушающий хват. Рожа его стала малиновой от чудовищного давления. Но вдруг, сместив центр тяжести, он перекинул Стаса через себя. Показалось, или я услышал, как внутри киборга что-то нездорово звякнуло. Юрик скинул дубленку, от мокрой майки клубами валит пар. Вскочил на спину поднимающегося андроида, и теперь он держит в захвате голову артиста. Вот дурачок, хочет задушить железного человека. Но он не душит, он выворачивает. Стас задергался, пытаясь стряхнуть обдолбанного маньяка. Я увидел, как нечеловечески вздулись жилы, напряглись мускулы тщедушного Юрика. Раздался зубодробительный скрежет. Из ушей и рта повалил едкий дым. Внутри головы что-то засверкало и, пшикнув напоследок, угасло. Юра отпустил застывшее тело и медленно поднялся, поворачиваясь ко мне. В глазах моих защипало, в горле проклятый ком. Не верится, что мой единственный друг из прошлой жизни погиб. «Теперь твой черед, Санек!» Зловеще произнес Юрик, сплевывая снег красную слюну. «Один на один, без оружия! Ну, давай! Прошлый раз вы втроем одолели меня случайно. Сейчас я смою этот позор!» «Ништяк, Юрец!» Обрадовался я. «Через минуту ты однозначно умрешь!» «Бой!» Скомандовал полковник Уайт. Я почувствовал, что в спину больше не упираются вражеские дула, и встал в боевую стойку. Мы пошли по кругу, сближаясь, как два разъяренных тигра. Кто бы вышел из этой схватки победителем, так и не удалось узнать никому в тот вечер. Что-то с ревом пролетело и врезалось в сцену. Гулкий взрыв разметал ближайших к эпицентру пиндосов. Я повалился в снег, чтобы не зацепило осколком. Что за хрень? Кто помешал моему праведному героическому бою? Снова шарахнуло. Полковник начал выкрикивать отрывистые команды на английском. «Где моя жаба?» Фальцетом верещал Юрик, ползая на четвереньках. «Зюзичка! Зюзя, ты где?» Подняв голову, я смотрел на вновь образовавшийся хаос. Бежали, ломая скамейки ошалевшие зрители. Снова взрыв. Пиндавоины, припав на одно колено, палят куда-то вверх. Я устремил взор выше и разглядел наверху трибун фигуру в развивающемся плаще, окутанную клубами дыма. С возвращением в реальность! Если вам понравилось наше безумное путешествие в мир схрона, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах.